Уже все, уже легко, уже не страшно. Низкая самооценка, а там плагиат. И будучи не очень счастливым человеком... Всем привет, друзья! Меня зовут Вика, вы на моем канале, и у меня сегодня такой фон, потому что сегодня 5 января, новогодние праздники, вы увидите это видео, я думаю, через пару дней я его пока что смонтирую. Видео будет болтальным, просто поговорить, обменяться тем, как у меня прошел Новый год, пишите обязательно, как у вас прошел Новый год, кто-то доедает салатики оливье, несите их сюда к телевизору, наливайте чай, можете покушать, расслабиться, отдохнуть, приятного всем аппетита! Я хочу поздравить всех с наступившим 2024 Новым годом, пожелать счастья, добра, и пускай все то, о чем вы мечтаете, чего вы хотите, становится для вас действительностью, становится явью и частью вашей жизни, потому что, согласитесь, для каждого из нас это абсолютно разные вещи. И знаете, кстати, когда вам говорят пожелания на Новый год или на какой-либо еще праздник, то обычно человек желает вам того, чего хотел бы сам для себя. Кто хочет любви, тот желает любви, кто хочет денег, тот желает денег и так далее. А я пожелаю, чтобы все было в вашей жизни в соответствии с вашими представлениями об этой жизни. Итак, те, кто ходил сейчас за салатиком и наливал чай, те уже пришли. Поэтому будем начинать. Я знаю, что на меня подписано много стокеров, люди, которые следят за мной, именно потому что я работаю на микростоках. Следят не в смысле какой-то мании преследования, а следят в смысле смотрят меня на YouTube. Поэтому о чем? О стоках давайте. У меня декабрь был очень хороший. Во-первых, у меня была хорошая большая продажа. Во-вторых, я выиграла в конкурсе Шаттерстока. И, кстати, первыми меня начали поздравлять именно вы, мои подписчики, в Телеграм. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, кто еще не подписан. Я даже сама на тот момент еще не видела страницу Шаттерстока, где объявлены победители. Мне просто написал представитель. Я уже знала на тот момент эту новость. Но вы меня опередили. Я на тот момент публично об этом никому не рассказывала. Спасибо всем большое, кто меня поздравил. Это очень приятно. Приятно вообще получать от вас обратную связь. Я люблю людей, люблю коммуникацию с людьми. Для меня люди одна из главных ценностей жизни. Кстати, напишите мне, как вы провели Новый год. Я очень хорошо отметила. Напишите в комментариях обязательно, как у вас настроение, как ваш Новый год. Ну или напишите, как продажа на стоках в декабре и вообще в 2023 году. Вернемся к теме. Меня уже и мои стоковые девчонки, подруги, с кем я общаюсь в моем городе, уже поздравили. Написали. О, Вика, скриншот мне прислали. Смотри, Вика, вот ты тут висишь. Очень приятно. А сама я увидела только вчера эту статью, потому что мне немножко там не до этого в декабре было. Я лежала в больнице, я вообще выпала из всего рабочего процесса. Вчера я увидела статью. Думаю, о, как интересно. Посмотрю, моя же иллюстрация. Ниже, ну что-то типа похожей иллюстрации. И я смотрю, ребят, а там плагиат. Там вот эта иллюстрация моя перерисована кем-то другим, что важно, в очень плохом качестве. Я на это посмотрела и немножко загрустила. Знаю, что там есть люди, которые борются, специально там отслеживают, кто у них что с плагиатил. Пишут какие-то жалобы. Это не про меня, я такое не люблю. Потому что это рыночная среда, это конкурентная среда. Побеждает конкуренция. Побеждает тот, кто делает быстрее, лучше, качественнее. У кого свой узнаваемый стиль. У кого, не знаю, там хорошо подобраны цвета. У кого иллюстрация выглядит лучше, того иллюстрацию. И купит покупатель, какая ему разница, если они стоят одинаково. Другой вопрос про заказчиков, когда более качественное изображение может стоить дороже. А у начинающего иллюстратора изображение может стоить дешевле. И тут, как бы, понятно, может быть, кому-то важно сэкономить. А на стоках равенство, если можно так сказать. В том смысле, что все иллюстрации стоят одинаково. И заказчику все равно. Заказчик не знает ни меня лично, ни вас. Просто смотрит на качество готового продукта. На стоках не работает ни блат, ни связи, ничего. И тем не менее, мне стало грустно. Я такое не поддерживаю. Я понимаю мотивы человека. Зачем один человек хочет быть похожим на кого-то другого? Зачем один человек хочет стать кем-то другим? Ну, во-первых, низкая самооценка, что я сам по себе не могу какой-то хороший продукт создать. А кто-то другой может. И я просто возьму полностью всю его идею, все-все-все скопирую. И тогда я буду иметь тот же результат, как он. Но это неправда. Это так не работает. Возьмите любую другую сферу. Там, не знаю, музыку, кинематограф и так далее. Это работает только в том случае, если плагиатный продукт выше по качеству, чем оригинальный продукт. Но у меня тогда возникает вопрос. Ребят, если вы можете создать продукт обалденного качества, лучше, не знаю, там, вы хотите сделать плагиат Ван Гога кого-нибудь еще лучше по качеству, чем Ван Гог. Ну, значит, вы настолько круты, что, блин, делайте свой продукт, и у вас будет и авторский стиль нарабатываться обязательно. Да, можно что-то заимствовать из чужой работы. И это даже интересно. Это как обмен опытом. В конце концов, если вы идете, допустим, на какие-то обучающие курсы, вы же все равно чуть-чуть заимствуете стиль или какие-то инструменты, что-то вот у автора. Ну, не полностью же готовый продукт со всеми его прибамбахами, с его... с композицией, формой, не знаю, всем на свете. Лучше, конечно, создавать что-то свое. Когда я училась в художественной школе, ну, знаете, как учили? Ну, вот есть какая-то вещь, ну, не знаю, далеко, чтобы не ходить. Помните, в Казахстане купила? Посмотрите Казахстан-блог, кстати, пока доедайте салаты. Есть какая-то вещь, вам надо по такому же трафарету что-то нарисовать. И нас учили так. Здесь, значит, не елочки, а снеговиков, например, сделайте. Допустим, ну, это же как бесшовный узор елочками, да? Сделать снеговиков точно так же. Пускай они будут так же белыми, но это уже не плагиат. Сделайте тут не снежинку, а сделайте тут, ну, что-нибудь еще, не знаю, там, сосульки тут пускай висят вот с вот этой вот части носка. Сделайте тут, не знаю, где-нибудь гирлянды. Сделайте чуть-чуть другое личико, мордочку вот этого зверька и так далее. Сделайте сочетание, допустим, красный-зеленый, ну, наоборот. Или красный-желтый, например, сделайте сочетание. То есть что-то чуть-чуть измените, и у вас уже получится авторский продукт на основе, там, какого-то продукта, какой-то иллюстрации. Вот это, по сути, векторная иллюстрация, кстати. Флет, между прочим. Да, удобно, что новогодний декор тут прямо рядом висит. А у вас, кстати, не видно. Не видно у вас. Ну, ладно. И понимаете, вы так и стильно работаете, и опытно работаете, и в целом вы руководствовались каким-то другим продуктом, и ваш продукт будет другой. Лучше, конечно, если берем вообще любую сферу, стоки, не стоки, лучше брать композицию с одного референса. Если есть какой-то персонаж, его позу брать с другого референса, цветовую палитру какую-то подобную брать с третьего референса, и все это вместе будет интересно. Не надо брать одну иллюстрацию, смотреть на нее. Почему? Ну, потому что конкуренцию вы, скорее всего, проиграете, потому что другой человек работает в авторском стиле, в собственном, уже набил руку, и у него это будет лучше смотреться. Точно так же вы набьете руку, если у вас страдает построение, форма, значит, это будет изюминка ваша, это будет часть авторского стиля. Посмотрите на разных мастеров, и это так и работает. Посмотрите на того же Ван Гога, посмотрите на Фриду Калу, какие у нее работы, и как они отличаются от других работ ее современников. И как она делает некоторые вещи своей изюминкой, те вещи, которые она могла бы считать своим недостатком, между прочим. То, что я сейчас говорю, это вообще очень такие самооценочные вещи. Заявите себе, что моя работа, она достойна быть индивидуальностью, что я вообще существую, и я могу создавать свое, не похожее на чье-то другое. Ну и у меня, в общем, такие рассуждения на эту тему, я ничего с этим делать не планирую. Я, кстати, перешла в портфель того автора. Если бы я увидела полностью слизанный свой портфель, честно, я бы обратилась в Шатерсток, что, ну блин, ну что это такое? Я немножко затронула тему психологии, поэтому еще одна вещь, которую я хочу рассказать в рамках этого видео перед Новым годом. У меня был интересный опыт совмещения рисования и психологии. Я уже давно увлекаюсь психологией, просто что-то изучаю, читаю, немножко залазью в психиатрию. Мне интересно изучать. Я читаю нонфикшн, книги по психологии. Мне, кстати, из книг по психологии нравятся книги Ялома Ирвина и Виктора Франкла. Может, кто-то читал, может, кто-то интересуется этой темой и прочитает. Пока есть время, новогодние праздники. И если отойти от темы книг, есть такое направление в психологии, которое появилось относительно недавно. Называется нейрографика, это совмещение рисования и психологии. Есть определенные нейролинии, которые запатентованы. Это вообще техника проработки с бессознательным. И вот буквально за пару дней до Нового года я со своей подругой-художницей мы ходили к нейропсихологу. Причем для меня это прям событие, потому что оффлайн все мероприятия, все, что я посещаю, обычно онлайн. Я немножко не люблю тратить свое время, чтобы куда-то добраться с места на место, чтобы одеться, переодеться, собраться. Я это не очень люблю. Мне удобнее включить ноутбук и начать получать информацию. Но иногда, конечно, бывают эффективнее живые встречи. И вот была групповая встреча с нейропсихологом. Это суперинтересный опыт. У меня такого еще не было. В 2024 году я обязательно хотела бы изучить эту тему подробнее. Может быть, пройти какое-то обучение. Потому что я бы сама хотела этим заниматься. Это безумно интересно. У меня уже был опыт работы с психологом почти два года. Лучшее вложение моих средств это психотерапия. Потому что это влияет на все, на все сферы жизни. И раз уж мы тут с вами на этом канале говорим про творчество рисования, про заработок на творчестве. Это способствует заработку. Особенно, кстати, часто у творческих людей бывают и проблемы с самооценкой, и проблемы установить цену на какой-то продукт. Да, есть у вас. Если есть, то как-нибудь дайте знать, лайк поставьте или в комментарии напишите. Я очень уважаю психологию как науку. Могу немножко рассказать, какое было занятие по нейропсихологии. Ну, по сути, целеполагание, постановка цели на 2024 год прописываются все ресурсы, которые у меня есть для реализации этой цели. Прописываются все шаги и задачи, которые мне нужно достичь для реализации этой цели и так далее. И все это зарисовывается определенными линиями на бумаге. Конечно, очень важный настрой, важно работать со специалистом в этой сфере. Но жутко интересно. Если что-то подобное услышите и вам предложат поучаствовать, я бы порекомендовала это сделать. Немножко расскажу про целеполагание. Если немножко отойти от темы нейрографики и психологии. Я всегда в новогодние праздники ставлю какие-то цели, разбиваю их на задачи, на маленькие пункты. И я хочу сказать, что это эффективное дело. Это не первый год. Зачем я сейчас об этом говорю? Не потому что я такая классная, молодец, я в белом пальто и все такое. Нет, я бы сказала, что я бы рекомендовала это всем делать. Причем неважно, насколько вы верите в то, что эта цель достижима или недостижима. Тут важно не верить не верить, тут важно действие делать. Потому что я абсолютно верю в такое, что вот задача, достигнем мы ее так, 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 так и вот так. И абсолютно не верю я лично в то, что вот нарисуйте там ваше желание, просто очень сильно захотите, запустите в небо воздушный шарик, оно исполнится. В это, если честно, я не верю. У меня такого не было, у меня такого опыта не было. Я верю в причинно-следственные связи, я верю в то, что если ничего не делать и никаких усилий жизненных ни к чему не прилагать, то ничего и не случится. По крайней мере, у меня в жизни было так. Так, больше половины жизни я прожила, не прилагая никаких усилий ни к чему, и будучи не очень счастливым человеком, работая на нелюбимых работах. Хотела привести пример, живя с не очень любимыми людьми, но у меня всего один муж, и мы с ним познакомились, когда нам было по 16. Поэтому такого опыта у меня нет. Вообще, для того, чтобы куда-то в жизни прийти, надо знать, куда идти. Да? То есть, представьте, вы пришли на вокзал и говорите, мне здесь не нравится. Допустим, ваша жизнь в данный момент вам, ну, не очень нравится, что-то хотелось бы изменить. Вы говорите, мне здесь не нравится. Вопрос. А что вам нравится? И вот эта постановка цели, это и есть, что вам нравится. Потому что, когда вы приходите на вокзал и говорите, я хочу уехать отсюда, а куда вы хотите уехать? А я не знаю, у меня отсюда. Точно так же, вот, лично для меня выглядит жизнь без целеполагания. Есть очень много в интернете всяких штук, как построить цель. Я на этом канале, я думаю, что я не буду заострять внимание, но цель должна быть ваша, должна относиться к вам. Это должно быть ваше желание. А не желание вашей бабули, что внуков мне правнуков. Если вы этого, например, не хотите. Может, вы этого хотите, и ваше желание совпадает с желанием бабули, это тоже замечательно. У меня закончилось целеполагание на пять лет. Ребята, я делала целеполагание на пять лет. Пять лет назад. И я буквально вчера подводила итог, вообще я не доподвела, я долго прокрастинировала, еще в декабре всем этим хотела заниматься. Тяжело сесть, себя заставить, но когда уже ручка в руках и когда она скользит по бумаге, уже все, уже легко и уже не страшно. Я когда писала пять лет назад, то кем бы я хотела быть через пять лет, хотя бы вектор направления, не понимала кем конкретно. Просто мне надо в ту сторону, а не в эту, например. Я была уверена, что ничего из этого не будет. Я, например, писала, что я хочу работать в какой-нибудь творческой сфере, чтобы я могла свой потенциал реализовать. Это было еще до стоков. На стоках я четыре года, ребят, четыре. А целеполагание я делала на тот момент на пять лет, потом разбивала его на каждые годы. Пять лет назад я работала копирайтером. Пять лет назад я оказывала помощь в написании дипломов для студентов вузов. В общем, я занималась вообще не тем. На сегодняшний день я рисую, и это, пожалуй, то, чем я хотела бы заниматься, и я не верила в то, что я смогу это сделать. Пять лет назад я мечтала, чтобы у меня всегда зубы были в идеальном состоянии, чтобы посещать стоматолога каждые полгода. И он только смотрел и говорил, вау, все отлично, вы молодец, идите домой, до свидания. И вот сейчас это, в общем-то, наступает, чему я тоже очень рада. И это не из-за того, что я загадала желание там какое-то, я не загадывала желание, я поставила цель. А это разное. И делала действия, чтобы это реализовалось. Очень советую, очень, вот прям, уже не знаю, какие еще аргументы привести. Ну давайте на другую тему, сейчас секретом огромным поделюсь. Вот знаете, я всегда на конец видео оставляю что-то эдакое, потому что я знаю, что многие не будут досматривать. А тот, кто все-таки досматривает, тот более заинтересован в том, чтобы посмотреть это видео. Спасибо всем, я знаю, есть люди, которые досматривают до конца. Огромный секрет. У меня есть письмо себе через пять лет. Я написала его, когда мне было 30, его надо вскрыть в декабре 2025 года. Вот. Здесь же у меня хранятся письма от моих близких, любимых людей. Когда мне исполнилось 30, я своих подруг, я попросила написать мне, ну или какую-то короткую записку, пожелание. То есть это не то, что там письмо на 4 листа. Нет, ну зачем? По-моему, я сюда еще что-то из Витебска вкладывала, открытку из музея Шагала. Мне очень нравятся картины Шагала, где он свою жену так нежно, кстати, тоже в крутом авторском стиле. А можно было бы сказать, что это изъян, дефект и недостаток. Ну ладно, я об этом уже поговорила. Посмотрите, картины Шагала, какие они крутые. Я, насколько помню, у меня тут открытка с очень крутой картиной Шагала. Все остальное я не помню. Какие у меня пожелания себе я не помню. Что я хочу сказать будущей себе я не помню. Но, ребята, я поделюсь с вами в 2025 году. Я уверена, что у меня этот канал будет в 2025 году. И это письмо, что я про него не забуду. Каждый год на него смотрю. Но сейчас только начало 2024 года. А тут в декабре 2025 еще через 2 года. Мне сейчас 33-35 лет. Я узнаю, что же я от себя хотела. Друзья, на этой достаточно радостной ноте хочу со всеми попрощаться. Обнимаю всех, кто досмотрел до этого момента. Ребята, очень вас люблю. Спасибо всем большое за ваши реакции. Спасибо, что были со мной в 2023 году. Всем пока. До новых встреч. Обязательно увидимся.